МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас святая служба информации, телерадуя компании Гомель, у студии працует Наталья Игнатенко. Глядите в этом выпуске. Справа для самых инициативных. В регионе протягивает расти колькость предпринимательников. Безпечная осередие. На предприемствах и в школах отпрацовывают навыки денья у надзвучайной ситуации и меры их профилактики. Героичные сторонки истории. 75 годов тому распочалась Рогачевско-Жлобинская операция. Размавляй со мной по-белорусску. Сёння – Международный день родной мовы. А зараза б гэты меньшим, больш подробязна. У Палаца незалежности сёння говорили на кондбезпеки Украине и узроу незлочинности. Президенту об выниках работы за год доложил генеральный прокурор Беларуси. У целом у 2018 ему зровень злочинности скратился на 3%. У приватности меньше стало разбоев, забойств, урабований, а на дорогах – пьяных водителей. Снижается добиторская запозиченность. Гэтае пытанне так само на контроле у генпрокуратуры. Не глядячи на становчую динамику, есть еще широк пытанне, в яке потребуют уваги керавника державы. А тому Александр Лукашенко доручил подрихтовать на Раду з усім селовым блоком краины. С уликом того, что Александр Канюк так само узначалевая наглядальный совет Беларусской Федерации Лыжных Гонок, керавник державы, потекавився ситуацией и в этой сфере. Я готов выслушать ваш доклад по тем вопросам, которые вы обозначили мне в своей записке по основным направлениям прокуратуры, но по тем вопросам, которые нуждаются в моей реакции. И второй вопрос спортивный. Вы у нас не последний человек в очень важной сфере на злобу дня. Это лыжная наша федерация. Вот эти вот вопросы, чемпионат мира действительно начался, как мы там выглядим и на что мы рассчитываем. Но я это говорю, учитывая то, что, как и в прошлом году, я поручил главе администрации, надо и вам подключиться, будет и Совету безопасности, руководителю аппарата, подготовить совещание по итогам прошлого года всего силового блока. При этом я попрошу сосредоточиться не на докладах о наших великих достижениях, они тоже есть, они известны над теми вопросами, над которыми нам предстоит работать. А какой срок, товарищ президент? Это вы определите с главой администрации. Есть. То есть все силовики по проблемным вопросам? Ну, не только по итогу, два слова и проблемы, которые мы сегодня видим. Чтобы мы их оговорили и принимали решения коллегиально, а не так, как в милиции там кто-то что-то скажет и пошел шум, потом где-то еще кто-то что-то скажет. Но надо, чтобы была какая-то единая концепция у нас. И в том числе по итогам. На думку генпрокурора, працовать больше эффективно повинны комиссии по протиденье коррупции. Александр Конюк анонсует, у наиближайший час их чекает перезагрузка. Зараз рыхтуется широк изменений по их праце. Факты коррупции частей за все летость фиксовались в сферах транспорта, будовництва и держкерованья. Амаль 27 с половой тысяч жихаров у Гомельской области займаются предпринимательской деятельностью. За минулые годы их колькость повеличилася амаль на 630 человек. Об этом сегодня поведомил журналистам, начальник инспекции Министерства по податках и сборах Республики Беларусь по Гомельской области Владимир Дявойна. Практично половы предпринимательщиков используются с прощенной системой податка-обкладания. Коля 45% – одним податком. Крыху больше, как 6% применяют агульно установленную систему податка-обкладания. Причем, с первого года, с момента уступления в силу новой редакции податкового кодекса, предпринимательщики одинного податка могут самостоянно выбрать податковый режим. А кроме того, сейчас для них поширены пиролики объектов для применения одинного податка. Индивидуальные предприниматели в своей деятельности ведут очень простой учет. Единщики ведут учет выручки, ведут учет поступивших товаров из стран евразийского экономического пространства для уплаты налога на добавленную стоимость, ведут учет начисленной заработной платы по привлекаемым наемным работникам. Вот эти три вида учета и не больше. По видах деяности, больше, как треть индивидуальных предпринимальников региона займаются розничным гандлем. На другом месте оказание транспортных послуг прикладно по 4% оптовый гандль и сдача нерухомости у наем. Театрализованные представления, гутарки и в ученни. В Гомельской области протягивается акция «Один и день безпеки». Сегодня на кондитерской фабрице «Спартак» тушили пожар в вытворчем корпусе, а в школе номер 21 эвакуировали в учнеу патривозе. Вядома у всех это были тренировки. С подробностями наши корреспонденты. «Один и день безпеки» на кондитерской фабрице «Спартак» не могут покинуть будинок. Усе службы працуют худко и зладженно. Отбаянность на тренировцы может привести до трагедии подчас соправданной надзвучайной ситуации. Увы, не ку пожару локализованы, а потерпелым оказана допомога. А кроме того, отпрацевали подчас одиннаго дня обеспеки и день и подразделения у громадской обороны предприемства. Задействованы службы, абсолютно все, это в частности МЧС, скорая, газовая служба. Также принимают совместно с сотрудниками МЧС скорой помощи газовыми службами наши добровольно-пожарные дружины, которые производят комплекс совместных мероприятий по ликвидации любых чрезвычайных ситуаций, которые могут возникнуть. У середней школы номер 21 Гомеля программа одиннаго дня обеспеки так само насыщенная. Спочатку перед учнями и працовным коллективом выступили супрацовники МНС. После школьники представили театрализованное представление, в яким разговор шла о правилах безпечных поводинов. Обовязковый пункт в списке мероприемствов эвакуация по тревозе. Как только загучала пожарная сигнализация, учни разом с наставниками дисциплинованные худко покидают с будинок школы. Бачно, что этот элемент добро отпрацованный. Эвакуация займая у себя год 4 хвилины. В уголе у 21-й школы пытанием безопасности надают великую увагу. Активно працуют и с детьми, и с батьками. До речи, допомагают и этим наставникам и сами учени. Мы ведем очень большую агитационную работу, потому что в нашей школе есть кадетские классы, МЧС. Поэтому мы принимаем такую методику, как равный обучает равного. И поэтому дети всегда рассказывают своим сверстникам о том, как нужно себя вести в таких ситуациях. Мероприемства, промеркованные до акции «Один и день безпеки» будут проходить по всей краине до перших и соковика. Максим Савин, Андрей Иванов, телерадио, компания «Гомель». Сегодня 75-е годови на початку наступальной Рогачевско-Жлобинской операции войско у правого крыла 1-го Белорусского фронта под командованием генерала армии Константина Рокоссовского. И она проходила с 21 по 26 лютого 1944 года. У вынеку этой операции советские войски вызвалили от фашистов Рогачев и Жлобин, нанесли великий урон противнику и створили спрыльные умовы для наступления на Бобруйским накерунку. 24 лютого 1944 года у Москве был дадзены артиллерийский салют у гонор вызволения Рогачева. 13 излучениям и частям присвоено гоноровое звание Рогачевское. Урочистости у гонор 75-й годовины вызволения района от немецко-фашистских захопников пройдут у Рогачеве завтра. А у недели уже хары райцентра отримают уникальную макчимость вернуться у далекие военные часы и стать видоводжцами падей, які разгортвались тут 75 годов тому. У военно-гисторичной реконструкции примуть удел каля 100-процтавников клуба у Гомельской, Могилеусской, Брестской и Минской областей. Будет заденечена гисторичная ретро-техника и узброєння. Сегодня у Ветковским районе пройшло перепохование останков 56 воинов Червоной армии, які загинули в осенью 1943 года. Церемонія отбылась у рамках 75-ти годзи вызволения Беларуси от нацистских захопников. Олег Сентюров потекавился сторонками военной истории. До Великой Отчинной войны вёска Рудня-Спонницкая была достатково великим населенным пунктом. У той час тут наличивалось около 200 домов, у яких проживало мальтысяча человек. За неколь днём перед вызволением у Версней 43-х оккупанты спалили кожный четвёртый жилый будинок и забили несколькими особых же хоров. На початку Костричника у Рудни разместився полевый шпиталь Червоной армии. В осенью 1943-го вось тут знаходився полевый шпиталь. Солдаты офицеров, які загинули от отрыва на хранение, уховали тут же у 60-х годах минулого стаходя останки перевезли у братские могилки, які знаходяться у сусенней вёсты Тарасовка. Але одно спаховання у тады по некій причине засталось на месте. Полевые почковые работы были проведены у Версней минулого года. Одночасово велись доследования у архивах, увы, никуяких отрывалось я высветлить имёны 53-56 загинувших. После завершения у сих необхідных у таких выпадках процедур останки перевезли у братскую могилу, что отыщится знайденных по час раскопок особистых речей у загинувших, то частку за их передали в областный музей военной славы. Частку выросли в выкрастость для створения музея у Вецы. Верогодний за всё, и он будет размещен у местовой школе. По кольду речи у райцентра нема навод невеликой экспозиции, присвеченной перейду Великой Айчинной. Чтобы ученики видели, что на Ветковщине бои велись, и что находим, ведём, разыскиваем людей, и непосредственно их уже производим розыск родственников. Пускай эти элементы и вещей послужат памятью для школьников. Периед возводения Ветковского района в 1943 году, означенный особнево кровопролитными боями, як выник в протяжний час заставалась и неведомой, но вот докладная колькость войсковых похований, ситуация начала выправляться. За открытием архивов, после получения документов о Огонской области, вызначили ещё не какие-то места, где над доходом весны почнутся пошуковые работы. Три захоронения крупных. Это около деревни Побужья, северной, там деревни Бесить, и здесь, около Хальча, будут проводиться поисковые мероприятия. Это займёт, очевидно, месяц точно на все эти поиски, этих мероприятий. Ну, а в дальнейшем будем отрабатывать, естественно, территорию, в основном, практически данные местности, это вот район реки Сож, побережье, правую сторону, да и на левой стороне реки Сож тоже. Олег Синтеров, Владимир Габанько, телерадио-компания «Гомель», Ветковский район. Вугольный пыл, який трапил на территорию вёски Мельча, став причиной разбиральництва. Нагадаем, подчас погрузочно-разгрузочных работ на предприемстве «Гомель-Чигун-Транс» с замоцного ветра у поветра узнявся пыл от вугля. Каб у будущим не допускать подобных здареньев, литерально на днях у Гомельское отделение белорусской чигунки установить пыловыдаляльники. Подробязности у Марины Джалай. Таких инцидентов ранее не отбывалось. Зараз проходить пильное разбиральництва. Виноватых притягнуть до отказности. А на чигунце, где это треба установить пыловыдаляльники. По коль же работы по погрузке. Разгрузцы вугля припинили. В настоящее время рекомендовано приостановить все работы по разгрузке-загрузке угля до внедрения этих мероприятий. И эти внедренные мероприятия позволят полностью исключить даже факты выхода пыли угля за пределы самого предприятия. Предприятие «Гомель-Шигун-Тран» занимается погрузкой-разгрузкой разных товаров, тем лекусыпучих. На вытворчості постоянно контролюють колькость выкидов пылу в атмосферу. Для работы маються усе необходные дозволы. Ситуация с выкидом вугольного пылу – это надзвучайное оздоровление для предприємства. В феврале сложилась такая ситуация, на фоне неблагоприятных погодных условий при выгрузке угля произошел выброс пыли в атмосферу и занос его на территорию жилой застройки поселка Мильча. В связи с такой ситуацией работы по выгрузке были временно приостановлены. Приняты меры для подавления образования пыли с помощью орошения. Оборудовано, задействовано специальное устройство по распылению воды в процессе выгрузки. На сегодняшний день выгрузка не производится. У дальнейшем при поступлении таких грузов будут контролюваться умовы надворья. Примосным ветром работы по выгрузке сыпучих речево проводить не будут. А коли умовы будут сприяльными, то подчас работ такие грузы будут орошаться, чтобы инцидент не повторился снова. Марина Джала, Игорь Марышенко, Телерадо, компания «Гомель». Сегодня международный день родной мовы. В 20-й раз под эгидой ЮНЕСКО подкресливается ее уникальность и самобытность. На белорусской мове сегодня разговаривали в научных установах, музеях и библиотеках, в теле и радиоэфире. Под обязанностей в наступном сюжете. Развитие национальных мов – навоковцы планеты, что год обмирковывается на встречах и конференциях. Однако главное, что можно сделать для сохранения своей родной мовы, – використовывать ее в жизни и популяризовать сирот молодцы. С нагодой Международного дня родной мовы у областной универсальной библиотеки имя Ленина открылась выстава «Прогляд» с тяженками родного слова. Еще одна подея этого дня – акция «Читаем разом». В якости гонорового гостя знакомитый письменник и драматург Василь Ткачоу. Как письменник я и народился тому, что пишу на белорусской мове. Я оповедание не могу написать на русской мове, не. Перекласти свое на белорусской мове, конечно, это я смогу, потому что все-таки заканчивал журналистику на русской мове и был русскомовным журналистом. Но когда пишу, думаю только по белорусски. Мои герои ходят по тих вёсках, по тих вёсочках, по тих дорогах, где неколи ходил и я. Размовляли на белорусской мове и знайомили Читачоу с зайчиной литературой и у городской библиотеки имя Герцена. А у ГДУ имя Франциска Скарына организовали диктовки по творах сучасных авторов и онлайн-викторину. У цікавым творчим проекте приняли удел замежные студенты. У своих малюнках я не адлюстровали сенс разных белорусских слов. Работы выполнены на разном уровне, но очень профессионально. И что, можно сказать, довольняет меня, как выкладчику, который реагировал эти работы вместе с ними, по этих работах можно створить психологический портрет сучасного студента, который хочет тишины, уваги, добрения, любви, который хочет жить в саладе с природой, с новокольным светом. Суместить святкованье Дня Родной Мовы и Сусветного Дня Экскурсовода вырошили у Гомельским палацу Румянцевых и Паскевича. Усей экскурсии проходили только на белорусской мове. Для наведовольников так само подрихтовали майстер-класс про особливости национального костюма и вязковую моду. Кожный мог попробовать себе в роли модельера. До святкования Дня Родной Мовы долучилася и телерадиоакомпанія Гомель. На белорусской мове сегодня размовляли ведущие радиостанции Гомель-ФМ. А у эфиры телеканала Беларусь-4 Гомель на протягу сего дня выходили выпуски-передачи «Размовляем по-белорусску». Это выдатная махчимость поповнить свои веды и удосконалить мовление. Ганна Корольчук, Евгений Кухаронак, Игорь Маришченко, Евгений Макенко, телерадиоакомпанія Гомель. На пятницу 22 лютого с замосного ветра обвещено штормовое попереджение. На большей части территории чакаются порывы до 15-20 метров за секунду. МНС нагадывая, что автомобили лепш парковать у далечыни от древ и линии электропередач, які могут пошкоджуваться от порыву ветру. Температура по ветру складе до 7 градусов морозу в ночи и до 5 в день. На этом выпуск завершенный. Дякую за увагу и до новых встреч у эфиры. Эфир телеканала «Белару-4» продолжает де-факто. В студии Руслан Габрилёв. Здравствуйте. Второй случай за неделю. Ещё одного украинца с оружейными патронами задержали на белорусской границе. В пункте пропуска новая рудня во время досмотра автомобиля пограничники в подлокотнике между сидениями обнаружили 9 патронов к охотничьему ружью 20-го калибра. Гражданин Украины пояснил, что он охотник. Патроны забыл выложить из машины. Был не в курсе, что эти предметы запрещены к перемещению через белорусскую границу. Патроны изъяты и отправлены на экспертизу. Проводится проверка. Неудачная попытка. Два жителя Жлобина на минувших выходных пробрались ночью на склад филиала Рогачёвского молочноконсервного комбината и стащили коробки с продукцией. Но далеко с краденым им уйти не удалось. Воров заметила кладовщица. Она их спугнула. Те бросили груз и быстро ретировались. Женщина обратилась на КПП. Там нажали тревожную кнопку. Сотрудники милиции, прибыв на место, выяснили, что неизвестной часть коробок успели перебросить через забор. Несколько осталось на территории склада. Несостоявшихся воров задержали спустя несколько дней. Один из них оказался бывшим работником склада. Мужчина обвиняется в покушении на кражу. В Калинковичах автомобилист сбил 50-летнюю женщину, которая шла по крови проезжей части. За рулем Ауди находился 33-летний мужчина. Он ехал по улице Суркова в направлении Советской. По краю проезжей части в попутном направлении шла женщина. Водитель не заметил пешехода и совершил наезд. Пострадавшую госпитализировали. Такой обзор в происшествии к этому часу. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Руслан Габрилев. Благодарю за внимание. До свидания. Эфир телеканала «Беларусь 4 Гомель» продолжает новости спорта. В студии Павел Михно. Основной и дублирующий состав футбольного клуба «Гомель» провели товарищеские матчи. Резерв «Зелено-белых» встречался с реческим спутником. Матч закончился поражением гомельчан 1-2. Основная команда провела спарринг с НФК «Крумкачи». В первом тайме единственный гол забил Невалда, реализовав пенальти. На перерыв гомельчане ушли с преимуществом в один мяч. Во втором тайме своих болельщиков порадовали только вороны. На 60-й минуте Дмитрий Пархачев сравнял счет. После финального свистка на табло горели цифры 1-1. Как отметил главный тренер «Зелено-белых» Алексей Меркулов, в этом матче возможность заиграть получила молодежь. А многие футболисты пробовались на новых для них позициях. В ближайшее время Гомель проведет еще один товарищеский матч. В субботу «Зелено-белые» сыграют с Бобруйской Белшиной на стадионе с дюшер номер 8. Это будет уже седьмой товарищеский матч за месяц. Напомню, национальный чемпионат стартует 29 марта. Сыгран последний поединок 17-го тура чемпионата Беларуси по мини-футболу. Светлогорский ЦКК проиграл Гродненскому УВД «Динамо» 4-2. Напомню ранее, «Быче» разгромил Щучин. В каждом из таймов железнодорожники забили по 4 мяча. В РЗ сыграли со столицей. В начале первого тайма подопечные Анатолия Яновского пропустили 3 мяча. Затем собрались и выровняли игру. В конце матча гомельчане ввели со счетом 4-5. Однако гомельчане сравняли счет. После финального свистка на табло горели 5-5. После 17-го тура ВРЗ возглавляет турнирную таблицу. В активе у вагона ремонтников 41 очко. Всего на балл от лидера чемпионата разместился Литильмаш. Следом за ним отстают также на очко ВИТЭН. Железнодорожники занимают 4-ю позицию с 36 баллами. Закрывает пятерку лидеров в столице. У них в активе 35 очков. Светлогорский ЦКК занимает лишь 9-ю строчку с 19 баллами. Первенство в Беларуси по легкой атлетике среди юношей и девушек. 2002-2003 годов рождения проходит в Гомеле. Представитель Гомельской области Степан Чешанков победил в забеге на 60 метров. На дистанции 400 метров первым стал лидер нашей команды Марк Потей. Он установил личный рекорд 50,9 секунды. В толкании ядра гомельчанин Андрей Горбачев занял третье место. Мария Каток победила в дисциплине прыжок в длину. Она показала результат 5 метров 62 сантиметра и установила личный рекорд. На втором месте завершила выступление еще одна гомельская прыгунья Анастасия Антоненко. Соревнования продолжаются. К слову, этот турнир станет отборочным на матчевую встречу, которая пройдет 6 марта в Стамбуле. Гомельская область в последнее время стала значительно лучше выступать на республиканских соревнованиях. И вот занимают, если раньше они занимали 4-5 место, то сейчас команды во всех возрастах почти регулярно поднимаются на пьедестал почета. То есть именно команда попадает в тройку лучших в республике. Ну и естественно хочется выделить таких ребят, как Концевенко, это Шест, Патей Марк, это 400 метров, и Ковалева Александра. Это бег с барьерами. Такие самые яркие, скажем, наши надежды. Белорусская федерация киберспорта запустила новый турнир республиканского масштаба. Отборочные соревнования под названием «Битва городов» пройдут в Гомеле, Могилеве, Витебске, Гродно и Бресте. Теперь региональные команды имеют шанс заявить о себе. Лучшие коллективы отборочных туров получат билет в Минск на гранд-финал и смогут побороться за призовой фонд в 6 тысяч белорусских рублей. Чтобы участвовать в турнире, нужно собрать свою команду и зарегистрироваться на сайте Белорусской федерации киберспорта. К соревнованиям допускаются участники не младше 16 лет. Они будут показывать свое мастерство на специальных игровых компьютерах с профессиональным оборудованием. В Гомель «Битва городов» приедет 17 сентября. На этом пока все. С новостями спорта вознакомил Павел Михно. Оставайтесь на Беларусь 4.